Это уникальная площадка, когда есть возможность пообщаться с агрономами с разных сторон. Она достаточно целевая по направлениям. Зачем я приехала, что мне интересно? Мне интересно, конечно, развитие приемов по улучшению здоровья почвы. Один из самых реальных и воплотимых во всех практических зонах, независимо от наличия животноводства, независимо от погодных условий. Скорее всего, это пожнивная седиральная культура. Это та возможность, которая нам позволит улучшить статус почвы, внести необходимое, компенсировать количество органического вещества, поработать со структурой почвы. В целом, это сейчас просматривается как один наиболее реальных, наиболее воплотимых и, самое главное, наиболее эффективных приемов улучшения структуры и управления почвы. И самое главное, что мы работаем не только с физикой, химией и физхимией почвы, работаем с биотой. Ну и меня, как фитопатолог, конечно, очень рад, потому что мы работаем с супрессивностью. Так что вот эта тема мне очень интересна. И мне очень интересно послушать вопросы. Почему? Вопросы, вот в любые вопросы, да, какие вопросы задают, да, о чем люди думают, какие мысли и, возможно, даже те вопросы, которые будут заданы, они во многом как-то определяют какие-то направления, которые я тоже обращу на них внимание. Возможно, я не на все обращаю внимание. Так что вот такой, за таким камертончиком я тоже приехала сюда. Сейчас, наверное, максимальное количество людей. Такой еще у нас масштаба конференции не было, было чуть меньше. Даже вот в самые такие годы, когда много приезжало. В этом году участвуют в конференции 6 стран, 28 регионов России, спикеров больше, чем обычно, мы больше 20 спикеров. То есть доклады разные, разноплановые. И в этом году мы сделали изменение формата в том, что сделали один зал общий, универсальный, где будут универсальные доклады, интересные всем. И будут залы специально для новичков и специально для продвинутых. Сейчас прошли уже там доклады, очень большое наполнение залов. Конкретно определились, кто хочет услышать про продвинутые темы, да, и кто хочет базовый уровень понять, освоить, кто только вливается в эту технологию. Поэтому это удачное решение было разделить залы. В следующем году мы еще сделаем большее разделение, наверное, добавим поставщиков завода сельхозтехники, потому что люди приезжают, обращаются, говорят, нам было бы интересно узнать, кто поставляет технику и производит. Какие там нюансы, детали, изменения происходят, да, что может техника, какие задачи выполнять, какой функционал добавляется, даже из года в год она улучшается. Мы хотим эту, говорит, информацию, и этих докладов у нас нету, потому что у нас больше про растеневодство, про наука и практика. Поэтому в следующем году, скорее всего, отдельный зал добавим для именно заводов-производителей, чтобы можно было там эту информацию транслировать. Опыт с возрастом приходит, но он всегда что-то есть новое в этой технологии, поэтому советую всем прислушиваться к этому. нужно учиться, учиться, еще раз учиться, и что знаешь, молодым передавать. Сергей Николаевич, вы сколько лет уже наутилом занимаетесь? Полных уже 10 лет наутил, это полный, и сейчас еще новая технология, это стриптил, уже 4 года пропашные, потому что, я думаю, эта технология с наутилом неразделима, потому что дополняет она пропашные культуры, выращивают по технологии стриптил, намного прибыльнее и доходнее, чем по классической технологии. Так, стриптил. Стриптил, это технология, как говорится... Не, не знаю, что плюсы по сравнению с наутилом есть? Ну, она неразделима, наверное, потому что по технологии наутил, выращивание пропашных кукурузы подсолнечника, она дает, ну, первые годы вообще отрицательный результат по урожайности. А вот с этой технологией стриптил, мы уже, классики, получают урожайность ниже, чем по стриптилу, например, наутильчики. Вот, поэтому здесь еще, вот как сейчас Рязанов по фосфору говорил, есть возможность внести глубже фосфор под следующую культуру. Так что много преимуществ в этом. И я думаю, люди уже, общаясь здесь, на это дело смотрят, чтобы можно было уже уносить необходимое удобрение, кто вносит, или вообще от них отказаться. Вот опыт перепелицы по компостам, по всем этим делам, для меня это очень интересно, хотя мы уже снизили нормы внесения удобрений, по минимальному вот вносим, и получаем достойные, в принципе, урожая. По перепелице интересен вопрос, полный отказ от удобрения к органическому наутилу. Вот, мы тоже туда смотрим, я думаю, и недалеки от этого, потому что уже по сравнению мы химии стали вносить. Уже пять лет мы не вносим фунгициды по культурам. Это, ну, что это дало, это только применение полного севооборота. Это как минимум выращиваем 8 культур. А как вам удалось в прошлом году? Какого класса у вас была пшеница? Вот, четвертого класса, вот, часть третьего, но ничего мы там сверхъестественного не делали. Вот, мы занимались листовыми подкормками, поздние сроки сделали. Это перетядька Юрий Альбертович нам посоветовал. Вот, да, это сработало. Вот, ну, по культурам это 8 культур. Нут, горох, лен, кукуруз. В общем, полностью ворот у нас соблюдается. Данную селку мы сделали как прототип, который позволяет нам очень не за большие деньги сделать селку, любую селку под любого потребителя. То бишь, у нас есть бак, то бишь, емкость маленькая, больше, 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 кому какие удобные. У нас есть высевающий агрегат, либо это электропривод 12-24 вольта, либо это гидропривод, который может сеять мелкосемянку. Вот у нас есть семена амаранта, горчицы, овса, так и крупносемянку. То есть, меняя катушки от такой до более крупной, мы можем поменять, какие семена нам нужно посеять. Дальше этот прототип селки, который позволяет из селки дисковой превратить в селку анкерную с минимальными вмешательствами. Вот для этого мы и плюс, эту селочку мы сделали агрегат, который нам компания Интех предоставила. Этот анкер с разрезным диском позволяет практически любую селку, ну, такого вот плана, российскую, нероссийскую, переделать из классической селки в наутильную селку с минимальными затратами. Так это то, что продается где-то? Это можно купить или это просто... Пока это прототип, это не продается, но разработана концепция, по которой мы готовы дальше удовлетворять потребности наших потребителей. Кто будет делать это? Это будет делать компания Ньютехагра, город Воронеж. По поводу сошничков. Сошники здесь сняты просто с моей селки, рабочей селки, бэушные. Не смотрите, тут потертость и все остальное, подкрасили и поехали. Здесь хотел что показать. У меня сошник, вот он мой рабочий сошник, аргентинской селкой БТИ. Турбодиск, который может меняться от разных волны, кому что нравится. Ровный, неровный, мне нравится такой, я такой ставлю. Нравится, когда надо больше расширить. Больше, ставлю с большей волной разрезанием. Давай, так будет расширять? Ну, слабовато, для осои слабовато. Надо побольше делать. Дальше здесь дифазный диск. Дифазный диск. Я могу здесь удобрения сыпать, сюда семена, сюда мелкосемянку, и плюс мы сделали жидкие удобрения. То есть, либо биологию мы льем, либо касса, либо ЖКУ, кто что льет. Сделали. Колеса, еще раз повторяю, что вот колеса, они регулируются. И вот с помощью компании попробуем, Плаагра, сделать те колеса, которые нам сделают очистители ряда. Что мы еще сделали? Мы взяли эту селку, вот смотрите, сошник абсолютно одинаковый. Он дисковый. Мы сняли с диски и поставили анкер. Анкер какой? Откуда? Это анкер между ряда с растения питатель американский. Можно любой анкер поставить. Можно анкер вот такой же поставить, как вот Саша нам с бордолой прислал. Вот такой вот анкер. Можно сюда поставить. Не принципиально. То есть, есть такой угол атаки, есть прямой угол атаки. То есть, я просто показал, что можно селку, как в фильме Бриллиантовая рука, да? Одним нажатием руки брюки превращаются в шорты. То есть, самое. То есть, мы можем спокойно селку сделать дисковую селку, анкерную. Цена вопроса 0,0. Не надо покупать новые селки. Все сделано. Она на параллелограмме. Есть разрезной диск. Если вы считаете, что под анкер нужно поставить ровный диск, поставили, поменяли вот такой на этот диск. Если у вас мало пожневенных остатков, вообще диск его взяли, подняли или убрали, сняли и поехали. Работаете анкером. Надо сюда хронулированные удобрения. Кто работает с удобрениями? Можно это сделать. Если надо, жидкие удобрения. Сделали жидкими удобрениями, как в нашем случае. Я являюсь участником конференции, начиная с первого раза, то есть с 2014 года. Уже седьмая конференция, разве что я один раз, по-моему, пропустил. На конференцию стараюсь всегда ездить, только по базовым двум вещам. Первое. Ноутил требует всегда подготовленного специалиста, потому что не получится работать, как в классике, по технокарте. Ноутил всегда, каждый год, требует новых знаний. Поэтому первое, почему я приезжаю всегда, это получение новых знаний. И второе, это очень важно, это обмен мнениями. Потому что невозможно опыт ставить в хозяйстве. Одному, это на всю жизнь агронома уйдет, а для этого каждый, если агроном или каждая фирма ставит свой опыт в своем регионе, и можно вот на базе этих конференций, на этих площадках, путем обмена мнениями, узнать, у кого что получилось, и суммировать, и использовать эти конкретные знания у себя в работе. Первый день, что запомнилось больше всего? Ну, первый день, это, конечно, выступление Алексея Перепелицы. Я давно этой темой интересуюсь. Но это вот фурор, который сегодня он произвел, именно тема по компосту. Это самое глубокое с точки зрения и знаний, и с точки зрения влияния этой темы на развитие сельского хозяйства Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова